Мы продолжаем наш эфир, эфир нового дня, и до нас заветал уже анонсованный гость, зараз я вас познайомлю, отже, Яна Май, доброго ранку. Привет, Артур, привет всем. Как ты, интересно, меня анонсировал? А я что-то сказал, это текавый гистик. О, и все, текавый гистик, а лоо, супер текавый гистик, который расскажет вам про все-все путешествия. А вот сейчас поговорим с тобой. Все уже, наверное, многие наши телезрители знают Яну Май, она у нас ведет много очень интересных познавательных передач. Одна из них это Тиви Тревел, которая уже... Да, программа о путешествиях. О путешествиях, которая открыла, можно сказать, нашу область Николаевскую, да? Да, ну ладно, Артур, ну вот нет, не открыли. Ну, ладно, для меня, вот лично для меня, вот я буду тебе говорить, для меня лично вот ты открыла, потому что я благодаря тебе, действительно, я очень много узнал вот о нашей области. Артур, то ли еще будет. У нас такие громадные планы на это лето и на эту весну, чтобы объездить всю Николаевскую, потому что такие места, оказывается, есть, и водопад у нас есть, ты знал? Вот слышал, но опять же я жду, я жду, когда ты... А вот я для тебя специально, я тебе сейчас привет передать оттуда. Уже жду с нетерпением. А скажи, это получается, начинается второй сезон, да, Тиви Тревел? Да, второй сезон Тиви Тревел мы один отработали, все было хорошо, замечательно, нам предложили продолжить это все, и мы теперь работаем во втором сезоне. Он будет немножко отличаться, так как география расширилась, сейчас мы в Киеве работаем. В Киевах оно всегда, да, все более масштабно. Да, конечно, вот уже в воскресенье я снимаю очередной выпуск в Киеве, и фишка поменялась. Это мы просто путешествовали, это мы не просто путешествовали. У нас называется Тиви Тревел, второй сезон с приветом для Николаева. Вы все знаете, есть открытки Светланы Чабановой, у нее серия была открыток, вернее, две открытки, она выпускалась в главном тележа, Патриотический Николаев. Вообще круто, молодец, и был еще флешмоб у Светы. Да, причем он, насколько я знаю, продолжается, вот я в Фейсбуке до сих пор встречаю как бы фотографии из абсолютно различных мест по всему миру, то есть люди фотографируются на фоне каких-то достопримечательностей мировых с открыточкой Светланы Чабановой. Да, и мне это натолкнуло, я думаю, блин, вот же, а ну, понимаешь, каждый сезон должно быть что-то интересное, чем-то отличаться. И мы решили, что мы будем путешествовать, где только можно, искать какие-то удивительные места, которые мы не видели или не знали, и фотографироваться вот эту открытку возле этих мест. Поэтому, получается, при этом с Николаевым география можно, там, от Камбоджи до Киевского фуникуляра. Почему нет? Камбоджи, да, это было бы очень интересно. Но начали, насколько я знаю, вы с Киева, да, то есть вы сейчас осваиваете... Там, в Киеве, просто, фу, мест очень много. Ага, и вот на фоне этих слов я как раз хотел бы предложить нашим телезрителям посмотреть небольшой отрывочек с одной из будущих программ Яны. Еще одна достопримечательность Киева – это фуникулер. Обычное слово для киевлян и довольно необычное для нас, тех, кто живет в Николаеве. Кстати, когда только появился фуникулер, когда только его построили, он назывался Михайловский электрический канатный подъем. Вот на этом электрическом канатном подъеме мы сейчас с вами и покатаемся. Киевский фуникулер почав свою работу на весне 1905-го року. Першие вагони были сделаны на замовленнях Швейцарии. Ось так за 3 гривни, а саме стільки коштує проезд на фуникулері, ви сможете доторкнутися до истории. Киевский фуникулер – это наше проездное на фуникулер. Вот он уже подъехал. Сейчас мы тоже будем подниматься наверх. Пойдем. Мені було, чесно кажучи, трохи страшновато, адже все ж таки ми підіймалися на весоту 75 метрів. Саме така різниця містанціями. А ще напередодні я прочитала про аварію, яка сталася на фуникулері, коли під час ремонту верхній вагон зірвався та зіштовхнувся з нижнім. Правда, люди не постраждали, та й було це один раз в далекому 1928 році, але ж у страху очі великі. Вот мы прокатились на фуникуліре, конечно, круто, но немножко було страшно, чесно скажу. Но, как подарок для мене, для такой вот трусишки, вид просто невероятный. Дыхание перехватывает і фотографія для света. Ну, вот так вот, да, действительно впечатляє. Знаєш, що саме смішне, що багато києвлян, які там живуть, вони не знають цього всього. Например, ми снимали в цій же програмі, ми снимали самий старий жилой дом. Он был построен там в 1700 какому-то году, ему уже более, около 300 лет. І ми снимаємо цей дом, він такий старенький, і тут дедушка виходить з соседнього дому напротив, і говорит, що ви тут знімаєте? Ми йому обістяємо, він говорить, що не ходить возле нього, ходить і ходить. Ну, так часто оно буває, коли ти живеш спереди, да, чого-то такого невероятного, і навіть не догадуєшся об цьому. А вот расскажи, пожалуйста, насколько вот мы знаем, когда что-то меняється, какая-то концепция, а бывает, иногда меняється команда. Вот расскажи про свою команду, с которой ти сейчас работаєш. Хорошо. Те, хто за кадром знаходиться. Да, за кадром у нас є наш режиссер Елена Казарцева. Она вступає в цьому сезоні як режиссер монтажа, тому що я снимаю одна з новим оператором. У нас новий оператор, тому що я в Києві, і пришлось искати уже по месту, это Іван Марчук. Та, поэтому Ваня, красавчик, спасибо огромное. Он все это выдержав, для него было первый раз, такие такой, очень насыщенный график, потому что, например, один выпуск мы снимали два дня, там было 4 часа и 8 часов, то есть это, в итоге это 19 минут, но съемки довольна. І, конечно же, наш монтажер Юлия Пайденко. Все вместе получили вот такую классную программу. Да, программа действительно замечательная, качественная, спасибо всем, кто работает за кадром над этой программой. Конечно, да, потому что труд действительно очень непосередливый. А никто их не видит. Вот, поэтому будем продолжать в том же духе. Ну вот я приехала на 2 недели в Николаев, и мы здесь, я не удержалась, мы отняли тоже выпуск, посвященный именно Николаеву. Мы немножко отошли, немножечко отошли, потому что невозможно вот под свежий взгляд. Мы сделали новую программу, которая выйдет уже 27 марта. То есть, да, я бы хотел сказать, что вот в эту субботу мы посмотрим полноценную передачу продолжения того отрывка, который мы видели, вот только что на экранах, полностью будет сюжет посвященный Киеву. А в следующую субботу, верно, будем смотреть про Николаев. Да, и знаешь, о чем будет программа? Ну, расскажи. Бесплатный Николаев, ну так, условно бесплатный. Или на чем можно сэкономить? Это возможно вообще, законно ли? Вот, поверь мне, да, я, я открою секрет, я бесплатно поела, я бесплатно развлеклась, я даже не знаю, несколько моментов было потом о красоте, поговорим как можно за недорого, а потом за недорого сходить в кино, я открою секрет, 15 гривен. Опять-таки, о-о-о. Вот это, мне кажется, я, наверное, не буду ждать программы, а сейчас после съемки сразу с тобой об этом поговорим. А еще, как можно бесплатно переночевать, мы тоже об этом расскажем. То есть, действительно, абсолютно все бесплатно? Ну, практически. Ну, вот есть некоторые моменты, которые вот сравнительно бесплатные, ну, то есть, где-то половину или меньше стоимость, может, такие варианты сэкономить. Да, что ж, больше не будем открывать карты, козыри. Да, все смотрим, да. Да, посаживайся перед экранами, да, всем будем смотреть обязательно. Ну, скажи, Яна, вот ты работала в Киеве, снимали вот вы разные места, снимаете еще, есть ли что-то, что тебе больше припало к душе, то есть, какие-то места, которые больше всего запомнились, понравились, что тебе вот впечатлило? То, что мне впечатлило больше всего, это, конечно, то, что размах музеев, то есть, идешь в музей, вот, например, музей авиастроения. Вот, я, конечно, подозревала, что самолетов больше, чем два вида вертолетов, но мы там, я когда зашла их там, я не знаю даже сколько, я пробыла там два часа, я даже все не обошла. Да, можно заверить, и сравнительно за небольшую сумму, это 40 гривен, можно обходить. То есть, все пощупать, потрогать. Да, и вот то, что меня впечатлило, что намного вежливее более люди. Ага, так так. То есть, когда я ехала в общественном транспорте, то мне уступали место. Странно сказали, вроде столица, да, люди должны быть наоборот вот такими. Ну, как так так, надеюсь, что это, вот знаешь, как мода сначала в столице, а потом вот на периферии. Ах, радостей. Да, я думаю, что тоже наши люди, потому что я Николая безумно люблю, это замечательный город, вот самое лучшее на свете, самые близкие мне люди живут. И хотелось бы, чтобы мы больше были вежливы и добрее друг к другу, потому что это, на самом деле, самое главное. Да, такие очень теплые пожелания. Признание любви такое, прям аж на душе хорошо. Конечно, среди этих близких людей и ты, Артур. Ооо, Яна, мне кажется, лучшее начало утра, нельзя себе представить. Ну, я так понимаю, ты вот работая в Киеве, скучаешь, да, за Николаева? Конечно. Ну, это же совершенно другой город, нет никаких людей, все начинаешь заново. Знакомишься, ну, Киев очень дружелюбный город, и там некогда скучать, ты когда врываешься в этот поток людей, и сразу было лучшее движение. Скажи, вот ты вот сейчас активно работаешь над Киеве Тревелом, а есть ли у тебя, возможно, идеи каких-то вот твоих будущих проектов, программ, еще что-то? Вот я сейчас тебе расскажу, а ты пойдешь и будешь все это делать. Все, может быть. Я тебя знаю. Все, может быть. Конечно же есть, потому что если ты работаешь на телевидении, это невозможно как в банке жить и больше ничего не видеть, вот так сфокусироваться. Конечно, ты замечаешь другие, вот даже программы, ты когда смотришь, ну, ты можешь даже согласиться со мной, когда смотришь какие-то программы или фильмы, или даже клипы, ты уже видишь, так, вот интересный ракурс сняла, вот камера заваленная, это интересно, а вот какая музычка, а вот здесь сначала они элит вывели, потом еще такое, ну, да, блин, то есть как-то уже сразу кухню, знаешь. Есть, да, да, то есть у тебя какие-то наброски есть, да, которые, возможно, мы в будущем... Могу сказать, что да, одной программы, связанной с Николаевым, есть. Ух ты, ну, здорово. Опять же, не будем, да, больше... Нет, конечно, не будем, может быть, я тебе ничего рассказать не буду. Ну, это не удалось выводить, как я ни старался. Ладно, ты оставляешь при себе свои секреты, хорошо, не буду. Тебя будешь допрашивать. Придется с нам придумать свои программы? Да, придется. Ну, хорошо, Яна, спасибо тебе большое за то, что ты пришла к нам в студию, поделилась с нами своими рассказами, подробностями своей будущей программы. Мы все с нетерпением уже ждем твоих следующих выпусков TV Travel. Да, в субботу смотрим 21... Каждую субботу в 21.00 смотрим программу TV Travel. Обязательно. Обязательно, непременно будем смотреть. Я хотел бы напомнить, что у нас в студии была Яна Май, наша непризойденная, популярная ведущая. Спасибо, Яна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова